Вы известный военный командир. Многие маджахеды и боевики в регионе обучались именно у вас. Расскажите нам, пожалуйста, ваше видение реальной ситуации в Афганистане сейчас и в прошлом. Во имя Аллаха, Всемилостивого и Всемогущего, это очень хороший вопрос. Во-первых, я бы хотел воспользоваться случаем и выразить мое почтение последнему генералу, который командовал российской армией в Афганистане. Когда руководство его страны решило покинуть Афганистан, он ушел последним, с великой доблестью. Он был последним воином, пересекшим реку Амур. Российская армия повела себя очень достойно. Я слыхал о британской армии, они себя проявили полностью бесполезными. А современное состояние американской армии, ну вы и сами знаете. Они неохотно даже просто встречаются с афганцами. А вот российская армия сражалась очень доблестно. Достойные воины. И я хотел сказать им, русские, не тратьте свои силы, сохраните их. Афганцев все равно не победить. Там дипломат, и он сказал, что такое вы мне рассказываете, где собака пройдет, там и русский пройдет. Я посмотрел и сказал, да, вы правы, я видел, как они сражаются. Но я хочу вам сказать, что где не пройдет собака, там пройдет афганский маджахед. Он сказал, что не верит мне, а я ему сказал, скоро поверишь. А теперь про Афганистан. Историки считают, что это кладбище империи. За последние три тысячи лет многие империи и сверхдержавы приходили в Афганистан и уходили оттуда в крови. Те, кто были очень сильны, нанесли афганцам поражение, и афганцы исчезали в горах. Но афганцев невозможно было подавить, поработить, подчинить. Британская армия предприняла попытку рискованного нападения со стороны Индии. Три раза они приходили, и всякий раз оказывались в крови. Один раз уничтожена оказалась вся армия, лишь один раненый пес остался в живых, и ему разрешили уйти. Афганцы очень гордый народ, они не боятся жертвовать своими жизнями. Афганцы храбро защищают свою страну, и именно этим они сейчас и занимаются. Я должен вам сказать, что Россия в четыре раза превосходила британскую армию и сегодняшнюю американскую армию на поле боя. Удивительными бойцами были спецназовцы. Когда они появились на поле боя, афганские маджахиды не знали, как с ними быть. На шесть месяцев афганцы были оттеснены. Они не предпринимали никаких действий, потому что боялись этого спецназа. В конце концов, маджахиды пересмотрели свои собственные техники и навыки. Русские воевали очень хорошо. Однако сейчас эти люди из НАТО не желают сражаться. Дело не в технологиях или финансировании. Речь идет о вере, религиозной вере, вере в то, что надо бороться за свою страну. Вера в победу над оккупационными силами, вера в то, что надо отстоять свою религию. И это очень серьезный фактор. Афганцы непобедимы. Помимо веры, у афганцев очень большой опыт. Они находятся в состоянии войны уже 30 лет. Порядка 80% населения родились во время войны. Как вы вообще думаете победить таких людей? Ландшафт очень хорошо подходит для защиты местности. Именно с этим скоро столкнутся американцы. Может быть, они убьют много людей, преобладающих большинство населения и нескольких талибов. Но в итоге они все равно будут побеждены. Поскольку вы были командиром, вы обучали тех людей, которые сейчас являются лидерами талибского Афганистана. Как вы считаете? Как они ответят на американское предложение о переговорах? Мола Амар примет его и сядет за стол переговоров с американцами. Я вам скажу, что он очень рассудительный человек. Он ратует за свою страну, за мир. Из всех лидеров он один из самых разумных. Поэтому его уважает большинство населения. Старые люди его уважают. Мола Амар – крупнейший лидер. Он очень уважаем. Люди за него. Он прислушается к попытке провести переговоры. Однако можно ли доверять американцам? Они должны показать, что им можно доверять. Это стратегия взяток, которую они сейчас проводят. Это же бессовестное поведение. В этот раз это станет частью военной стратегии, и люди будут смеяться. Сверхдержава использует взяточничество, которое ударяет по одним людям и платит другим людям. Это не сработает, потому что люди знают, что их победа близится. Как вы считаете, арест Мулы Абдул-Гани из Карачи повлияет на стратегию руководства Талибана? Не знаю. Наше руководство – это душа святого пророка, и вот ее мы и слушаемся. У них есть вера в Аллаха. Кто такой Мула Бородар и все остальные? Мула Мухаммед мученически погиб. У него был дух Мулы Амара, и люди по-прежнему почитают его. После того, как его похоронили, они начали сражаться. Множество тех, кто пытался завоевать Афганистан, погибли. Если бы у них была веская причина, правое дело, религиозное основание – это не было бы проблемой. Потому что в таком случае попасть в плен – это заслуга, а быть убитым – это честь. Давайте поговорим о текущих военных операциях в провинции Гельменты в других районах. Как вы думаете, американцев ждет успех? Они победят талибов в этих районах. У военных операций есть две цели. Первая – выгнать врага. Вторая – скинуть столько бомб и нанести столько наступательных операций, что враг не сможет с ними справляться и покинет местность. Это не поражение. Поражение – это полная капитуляция. И вот этого никогда не произойдет в Афганистане. А у американцев и натовцев хватит бомб на то, чтобы убить всех афганцев в районе. Именно этим они и занимаются. Примерно через месяц к нам придет подкрепление из множества стран мира, даже из России. Мусульмане придут на помощь, узбеки, таджики. Они придут даже без разрешения правительств и собственных родителей. Они придут, подкрепление – это не проблема. Я не думаю, что американцы способны нанести им поражение. Так же, как не думаю, что талибы или маджахеды могут победить войска НАТО. У них нет достаточных ресурсов. А у американцев нет веры. У них есть технологии. Однако веры, которая велит жертвовать, у американцев нет. Потому они и не могут победить в этой войне. У маджахедов этот небесный фактор есть. И это гораздо важнее технологий.